Здравствуйте! На канале СГУ-ТВ программа «Путь к успеху» об интересных людях, удивительных событиях и о том, как вы можете осуществить ваши мечты. И сегодня у нас в гостях Татьяна Подомарева, в прошлом главный редактор газеты «Новое поколение» из города Сочи, первый заместитель главного редактора журнала «Российский налоговый курьер». Татьяна, в самом начале программы хотелось бы узнать, с чего начиналась ваша журналистская деятельность. Игорь, прежде чем ответить на ваш вопрос, я хочу признаться, что я впервые сейчас нахожусь в качестве интервьюируемого, поэтому очень волнуюсь, потому что обычно я беру интервью. И как раз моя журналистская деятельность тоже началась с интервью. Я работала диктором на радио в маленьком местечке Лазаревска, это на Черноморском побережье, один из районов города Сочи. И поручили мне взять интервью у прораба на одной стройке. Для меня это было очень ответственное событие. Мне дали такой магнитофон, тогда был репортер, он что-то килограмм 8, по-моему, весил. Вот я его взяла на плечо, одела шпильки, нарядное платье и отправилась брать интервью у прораба. Долго искала место, где находится эта стройка. Наконец мне объяснили, что за первым поворотом как раз нужно будет подняться в гору. Первый поворот, я подхожу, такая вертикальная глинистая стена, какие-то странные вот типа канализационных люков, прикрытые крышками. Я думаю, боже мой, люди же как-то поднимаются, а у меня первое интервью, надо подняться. Я вот по этим люкам, значит, аккуратно поднимаюсь наверх. И так вот я, знаете, как из бездны возникла, сразу на площадке строительной, там стояло несколько человек, они просто онемели. Они на меня смотрят и говорят, мне нужен вот прораб. Они говорят, сейчас. Вызвали прораба, он, значит, тоже смотрит, что такое интервью. Ну, в общем, он как-то очень странно на меня смотрел, но на все вопросы ответил. А до этого, говорят, он никому ничего не рассказывал. Ну, в общем, самое страшное, что вот во время этой беседы с прорабом, я все время думала, как мне спуститься. Ну, подняться можно было, да, еще по этой вертикальной стене, а спуститься как-то было очень страшно. Ну, вот у меня вся эта мысль вертелась в голове. Я, в общем-то, думаю, ну, ладно, ну, как-то надо достойно все-таки спуститься. И вот, когда уже все, разговор закончился, все записали, я говорю, ну, спасибо вам большое, поворачиваюсь и иду вот к этому месту, откуда я появилась. Значит, и когда я уже хотела спускаться вниз, слышу, мне говорят, девушка, а вот дорога-то с другой стороны вообще есть. И оказывается, там была совершенно нормальная дорога, заасфальтированная. Вот, я ушла, когда вот вся строительная бригада, они с изумлением, в общем, следом не смотрели. Ну, главное, что я взяла интервью. Вот, в принципе, моя жизнь в журналистике, она вот так всегда и проходила. То есть, как-то вот у меня не получалось по асфальтированной дороге идти к успеху, а всегда вот по люкам. Ну, как так получилось, что вы, когда мы с вами познакомились 15 лет назад, занимались детской журналистикой, газета «Новое поколение» в городе Сочи, «А сегодня вдруг налоговый курьер». Как так вот жизнь перебрасывает иногда вас? Ну, у меня вообще жизнь, она практически вся связана с моей семьей и с моими детьми. И газету «Новое поколение» я, в общем-то, начала издавать из-за своих собственных детей. У меня их тогда было трое. Вот, я им рассказывала сказки, какие-то истории мы вместе сочиняли. И это был период вот некоего безвременья. Это же были 90-е годы, начало 90-х годов. То есть традиционные журналы, газеты детские, они вдруг куда-то исчезли. И у детей ничего не было. И вот, собственно говоря, из-за своих собственных детей я начала издавать газету «Новое поколение». Нашлись люди, которые помогали деньгами, советами. Многие просто работали бесплатно в этой газете. Но потом дети подросли. Жизнь перебросила в Москву у нас. И к этому моменту вот так получилось, что поскольку денег-то лишних не было, все-таки это альтруистический проект, вот я изучила бухучеты налогообложения, пока издавала эту детскую газету, и неожиданно для себя приобрела новую специальность. Приехала в Москву и обнаружила, что журналистам устроиться не так-то просто, денег платят мало, а вот бухгалтеры были востребованы. И я целый год проработала бухгалтером в одной фирме. Как ни странно, в общем, успешно достаточно. У вас было образование какое-то бухгалтерское? Нет, нет, никакого. Я, ну так, волшебник-самоучка. То есть из журналистики сразу переучились бухгалтера как-то? Ну, я и журналистике-то не училась. Я говорю, давайте уже будем честными. Я училась, вообще закончила техникум по специальности океанология, училась в университете по специальности экономическая география, но не успела его закончить, но так получилось. Так что вот у меня ни того, ни другого образования. Но, вы знаете, это не помешало мне стать экспертом в области налогообложения и журналистом. Поэтому вот тем, кто смотрит эту программу, я бы хотела сказать, никогда ничего не бойтесь. Если вы чего-то хотите, в камеру, если вы чего-то хотите, то вы ставьте перед собой четко цель и добивайтесь этой цели. Деловая журналистика в современном мире, вот как можно дальше продолжить эту тему? Это новый вид журналистики. Здесь сохраняются все те же жанры практически. Это новости, в меньшей степени репортажи, в большей степени аналитические материалы и комментарии. И те журналисты, которые работают в сфере деловой журналистики, они одновременно являются экспертами в какой-то специальной области. Ну, например, вот я эксперт по налогообложению и одновременно журналист. Кто-то эксперт по рынку ценных бумаг, кто-то эксперт в банковской сфере и одновременно журналист. Практически вот этому нигде не учат. С чем вам приходится сталкиваться ежедневно, приходя на работу? Что вы делаете в своем журнале? Я включаю компьютер, открываю интернет и читаю новости. Ну, прессу сейчас просматриваю редко, потому что практически у всех деловых изданий есть электронные версии, поэтому новости быстрее появляются в интернете, чем на страницах журналов, газет. И даже быстрее, чем в телевизионных новостях. Татьяна, когда мы занимались подготовкой сегодняшней передачи, вы рассказывали о том, что журналистам сегодня в подобных изданиях, как ваше, приходится разъяснять еще и налоговым представителям о их правилах, о каких-то законах. Можно поподробнее об этом послушать? Вы хотите услышать о взаимодействии журналистов с налоговыми органами или о взаимодействии с нашими читателями? Нет, с журналистами в налоговых органах, потому что вам приходится публиковать все же какие-то законы, рассказывать о нововведениях, о которых они зачастую узнают только из вашего издания. Ну, здесь не совсем так, хотя действительно часто наши специалисты налоговых органов узнают что-то из нашего издания. Дело в том, что соучредителем нашего журнала является Федеральная налоговая служба, поэтому они же часто и поставляют нам информацию, то есть из первых рук, из первых уст. Многие ведущие специалисты службы – это наши постоянные авторы. Мы берем у них интервью, они пишут комментарии к новым документам, поэтому в основном информацию получаем мы от них, а эту информацию мы доносим до наших читателей, потому что деловой язык, вот язык указов, законов, язык постановлений – это, в общем-то, канцелярский язык. Это неплохо, потому что речь идет о юридических нормах, которые не должны читаться и восприниматься двусмысленно. Но тем читателям, которые не подкованы в этой области, им часто тяжело разобраться. Ну, вот налоговый кодекс сейчас, вот тот, который мы издаем, вот я его, в частности, редактирую, редактирую именно издание кодекса, конечно, не текст, да, это у нас получается примерно 900 страниц. Вот непосвященному это, трудно в этом разобраться. И наша задача на нормальном русском языке писать статью такую, чтобы она была понятна, и бухгалтеру, и директору, и финансовому менеджеру, и предпринимателю, который на рынке продает замки, например, да, и просто вот вам, как гражданину, который должен платить налоги, в частности, налог на доходы физических лиц, может быть, налог на имущество, если есть какая-то собственность, налог на землю, если есть земля. Вот, собственно говоря, чем мы занимаемся. Мне интересно стало узнать, а где готовят журналистов для деловых СМИ? Вы знаете, я думаю, что сейчас в некоторых вузах появились уже такие факультеты, вот я слышала, что появился факультет в высшей школе экономики, и там готовят именно по специальности деловая журналистика. Но в наше издание ни разу еще не приходил ни один выпускник такого факультета. И мы учим сами людей. То есть мы берем либо журналистов, которых мы учим экспертной части, вы знаете, это получается, как ни странно, либо мы берем аудиторов и бухгалтеров, которые знают экспертную часть, но мы учим их писать. Вот научить писать можно не каждого. Ну вот мы этим и занимаемся. Да, кстати, вот вы подошли плавно к той теме, о которой хотелось говорить немного позже, но давайте сейчас уже тогда коснемся школ молодого журналиста. В наше время, когда мы были совсем юными и хотели поступить на факультет журналистики, у нас какая была школа одна? Пойти в какую-то газету городскую, районную, да, краевую, Черноморскую здравницу тоже. Вот сейчас много-много всяких школ появилось, много всяких факультативов. То есть куда ни плюнь, везде учат и журналистики, везде учат телевизионному ремеслу. Каждого ли можно ребенка научить журналистике? Вот как вы считаете? Научить журналистике, наверное, можно не каждого. Но вот привить любовь к языку, какое-то чувство стиля, вот это можно. Я в связи с этим, если позвольте, расскажу одну маленькую историю. Она связана как раз вот с газетой «Новое поколение», которую мы сдавали в Сочи. Дело в том, что дети очень много писали письм нам. Письма были совершенно разные. И вот один мальчик из Адлера прислал письмо, в котором не было ни «Здравствуйте», ни «До свидания». Ну вот просто написал письмо и куча орфографических ошибок. Ну вот я так посидела, подумала и ответила ему на это письмо, естественно, вот как бы учитывая требования эпистолярного жанра. Значит, в следующем письме ошибок было не меньше, но появилось «Здравствуйте», «До свидания» и подпись. И с этим мальчиком мы переписывались примерно два года, вот в таком режиме. Я хочу сказать, что через два года ошибок уже не было практически. Более того, он даже писал в нашу газету. Как корреспондент. Да, как корреспондент. И он потом сказал, что его стала хвалить учительница. То есть вот все-таки с детьми можно по-разному работать. Когда они чувствуют, что к ним относятся с душой, с любовью, когда понимают, что интересуются их проблемами. И вообще дети, они же все впитывают, они очень легко все схватывают. Поэтому эти школы нужны. Даже если не станет журналистом, выпускник такой школы, он будет чувствовать язык. Я не говорю сейчас русский язык, потому что у нас многоязычная страна. Вот он будет чувствовать язык, чувствовать слово. Он будет понимать, какая статья газетная или журнальная написана хорошо, какая написана плохо. Он будет чувствовать правильно, вот по телевидению кто-то говорит, да, правильно ли, владеет ли он словом или нет. Вот все-таки научить владеть словом можно, наверное, любого. Татьяна, вы работали в городе Сочи, город такого сезонного характера, где жизнь в основном такая процветающая. Есть только три месяца летом, это июнь, июль, август. А потом начинается мертвый сезон, это осень, зима и весна. Трудно ли было вообще держать в городе, где все затихает, где все замирает, где даже нет ни драматического театра, где нет ни театра оперы, не говоря уж про балета, где есть какие-то маленькие коллективы. Вы взяли в этом городе и создали детскую краевую газету. Как вообще вам это удавалось сделать так долго? Ну, во-первых, с помощью детей, потому что дети это были наши авторы. Мы вот изначально поставили такое условие, что нашими авторами будут дети. То есть это не газета, которую взрослые делают для детей, потому что у взрослых другое представление о детской жизни. А это газеты, которые дети делают для детей. У нас примерно 30-35 человек было постоянных авторов. Это те, которые просто жили в Сочи и могли приходить в редакцию. Редакция для них была открыта в любое время дня и ночи. У нас были авторы, которые присылали нам из других городов свои материалы, и мы очень аккуратно редактировали их, знаете, очень аккуратно, чтобы сохранить детский стиль, чтобы было видно, что это написал ребенок, а не взрослый. И, вы знаете, единственная проблема в те времена была, это был 92-й, 93-й, 94-й год. Это был период инфляции очень сильной. Нас совершенно замечательно покупала Руспечать, эту газету. Замечательно совершенно ее продавала. Мы продавались только в розницу. Но деньги нам присылали... Я так понимаю, что вы не только в крае, в Краснодарском могли... Не, только в Краснодарском крае. А то есть? Только по краю, да. Но просто у нас сил не хватало. У нас не было сотрудников. У нас штатных сотрудников было двое. Я и мой заместитель. Все. А ребята все, это были наши внештатные авторы, которым, кстати, всем платили гонорар. Поэтому они все получали вот за свой труд, получали деньги. Это тоже очень важно для них было. И это был период инфляции. И, в общем, получалось так, что когда мы выпускали газету, оплата от Руспечать приходила примерно через год. То есть нам нужно было фактически год выпускать на какие-то средства газету. Вот мы эти деньги находили, как ни странно, и довольно долго. Вот там-то вы учились уже бухгалтерией, бухгалтерскому учету, наверное, во всем. Да. Нет, но бухгалтерскому учету я научилась, когда... Что-то у нас первые три месяца был бухгалтер, молоденькая девушка, а потом она просто вышла замуж и уехала. И вот я стала разбирать эти книги бухгалтерские, ничего совершенно в них не поняла. И я пошла методом от обратного. То есть я как бы брала конечный результат, смотрела, как она вот назад проходила весь этот путь. И мне становилось понятно, значит, какую операцию она отражала. Ну и, в общем, я составила так первый свой отчет, сдала в налоговую инспекцию второй отчет. Потом я поняла, что зачем брать бухгалтера, денег лишних нет, лучше мы их детям заплатим. И два года совершенно спокойно так сдавала отчет. А потом, видимо, кто-то из налоговых инспекторов решил проверить эти отчеты, пришел в состояние ужаса. Меня вызвали в налоговую инспекцию. Вот я пришла, меня стали спрашивать, значит, откуда там у вас бумага, например. Вот вы там бумагу продали какую-то. Я говорю, нам подарили эту бумагу. Кто вам подарил? Я вам не скажу. А если сказать, действительно, там могли наказать человека. Хорошо. А, значит, а куда вы потратили эти деньги? И сдали пять номеров газеты. Слушайте, может, у вас есть обменный пункт валютный? Мы вообще не понимаем, откуда вы деньги берете, как вы издаете газету, если вы ничего практически не зарабатываете. Ну, в общем, к нам отнеслись лояльно, и налоговые инспекторы учили просто меня каким-то вещам. То есть каждый раз они говорили, вот это неправильно, надо исправить так. Вот это неправильно, надо исправить так. И в конце концов я просто купила себе книжку, мне уже стало стыдно. Вот эта книжка была по международным стандартам бухучета написана, я ее прочитала. И поэтому мое представление о российском бухучете, оно на самом деле, у меня его просто не было. У меня было представление о том, как ведется бухучет в мире, например, в Америке. Вот книжка была американская, переводная. И поэтому, когда я уже пошла действительно на курсы по бухучету, я поняла, что надо же, как странно-то российский бухучет устроен. Вот только сейчас наш российский бухучет приближается к международным стандартам. И вот для меня это легко, потому что я, в общем-то, с этого начинала. Татьяна, я знаю, что со своей газетой вы немало путешествовали, ездили на всякие фестивали, на форумы. Что вам давали эти фестивали молодых журналистов? Ну, вы знаете, во-первых, это понимание того, что ты не одинок в своем деле, что то, что ты делаешь, делают и другие. Это обмен опытом, это, конечно, новые люди, новые знакомства, новые лица. Это совершенно необыкновенная атмосфера, когда собирается очень много единомышленников. Это, как, знаете, вот говорят, в университетах есть вот такой университетский дух. Вот и на таких форумах необыкновенная атмосфера, приподнятого настроения, вот такого всеобщего вдохновения. Это очень яркие впечатления. Вот мы были в Славутиче. Ну, это удивительный, конечно, город, хотя его, как бы, скажем так, процветание, оно связано с драматическими событиями. Но, тем не менее, город очень удивительный. Вот когда туда съехались со всех, как сейчас можно сказать, стран СНГ, а тогда республик, еще советских, насколько я помню, съехались делегации. Это были и телекомпании, детские телестудии, и редакции газет, журналов. Это было что-то совершенно необыкновенное. Мы, по-моему, практически не спали на этом мероприятии, потому что там все время что-то происходило. То в одном месте, то в другом, то вдруг на вертолете спускалась группа «Нана», тогда очень популярная, да. То какое-то лазерное шоу. Кстати, впервые тогда вот я увидела лазерное шоу. И потом уже, когда вот на «Воробьевых горах» было лазерное шоу, для меня это уже было не в новинку. Впервые увидела Славутича. У нас на любительской пленке сохранились фрагменты этого фестиваля. И сейчас для вас будет сюрприз, такой, 15-летней давности. И для зрителей наверняка нас смотрят те, кто были на том фестивале, первом международном фестивале «Золотая осень Славутича», фестиваль детского телевидения и прессы. Предлагаю посмотреть этот фрагмент. Трясающе. Трясающе. И вот мы снова на первом международном фестивале детского телевидения и прессы «Золотая осень Славутича». В первой части мы рассказали о начале фестиваля, конкурсе детских телевизионных программ. Познакомились жюри. Ну а сегодня вы узнаете о бытовых конкурсе телевизионщиков и познакомитесь с пишущей журналисткой «Братья», которая тоже принимала участие в конкурсе по номинациям «Лучшая статья о детском творческом коллективе», «Статья о Славутиче» и «Статья о ЧС». Также вас ждет рассказ о встрече группы «Нана» на центральной площади города, знакомство с жителями Славутича, путешествия по Киеву и Чернигову, куда отправлялся работать и давать концерты фестиваль. Мы уже говорили, что фестиваль не замыкался в себе, он выходил на улицы города. И одним из самых ярких фестивальных событий была книжно-газетная ярмарка. На ярмарке, в которой принял участие весь город Славутич, были представлены 83 здания, прибывшие на фестиваль из 42 городов. Газетная продукция шла на расхват, тем более, что она была совершенно бесплатной. Как сегодня проходит ярмарка? Насколько раскупили вашу газету? Много продали экземпляров? Игорь, мы не продавали нашу газету, мы просто ее всем раздавали, мы не могли в такой обстановке что-то продавать. И вот ее расхватали, вот уже ничего нет. По крайней мере, мы чувствовали очень большое внимание, все время тут что-то снимали, все время просили. Вот детям очень страшилки понравились. Ну а вообще впечатления сегодняшней ярмарки каковы? Мы вообще приехали впервые на такой фестиваль, и у нас так много впечатлений не только о ярмарке, о самом городе, о фестивале. Очень много впечатлений. Мы просто в восторге, и нам трудно выразить этот восторг. Главная цель фестиваля была познакомить всех и как-то объединить. Удалась эта задача? Конечно, удалась. Тем более, что я не первый раз на таких фестивалях. И очень приятно, во-первых, видеть своих коллег, чувствовать просто такую поддержку, чувствовать, что мы кому-то нужны. И, в общем-то, общаемся мы уже не на уровне знакомства, а мы разговариваем об авторских программах, мы ищем какие-то новые подходы, мы обсуждаем проблемы юнкоровского движения. И, конечно же, стараемся сделать так, чтобы новички юнкоровского движения просто вникали как можно скорее и как можно быстрее, давали отдачу. Откуда вы, представьтесь? Калининград-Прибалтийский, газета «Радуга». Чем занимается ваша газета, о чем она рассказывает? Наша газета – газета детей. Дети пишут о том, что им интересно, что их волнует. И это самое приятное в этом. Я вижу, как интересно, потому что все, кто читает вашу газету, почему-то здесь дрожат, сидят. Они просто еще не вчитались. Я, например, дрожу от радости. Приятно было побывать на фестивале в Славутиче. Я думаю, что у нас будут еще впереди подобные проекты. Хотя, конечно, сегодня мы со всеми журналистами именитыми и малоизвестными, которые были тогда малоизвестными и на сегодня стали очень известными, вспоминаем очень часто этот форум. И хочется верить, что мы еще раз побываем на подобных мероприятиях не один раз. Татьяна, я знаю, что вы, работая на серьезной должности, замглавного редактора серьезного издания, взяли и пошли учиться в школу телевидения «Останкино». Что для вас послужило каким-то... Ну, опять же, мой ребенок, в данном случае уже четвертый ребенок. Вот у меня сейчас четвертый ребенок, девятый год пошел, точнее, уже скоро, даже девять лет ему будет. Просто был такой период, когда он не ходил в детский сад, сидел дома, ну, видимо, много смотрел телевизор, и он говорит, мама, а почему ты не работаешь на телевидении? Ну, вот, а мы живем просто... Вот еще такая деталь, мы живем на улице Ботанической, напротив телецентра. А на работу мне приходится ездить довольно далеко. И вот он вдруг пришел к такой мысли, что если бы я работала в телецентре, то я бы выходила за пять минут, естественно, могла бы на обед приходить. И, в общем, ему было бы очень хорошо. Больше бы мама видела. Да, и он бы меня больше видел, и если бы даже не видел меня воочию, он мог бы просто увидеть меня на телеэкране. Вот, ну, я сначала смеялась, потом муж почему-то поддержал эту идею, говорит, ну, на самом деле, действительно, это же рядом, ну, если ты редактируешь статьи, если ты пишешь статьи, может быть, ты можешь редактировать и телевизионные тексты, вот, а почему бы нет? И я пошла в школу телевидения, прошла тестирование и стала учиться. Ну, самая старшая была в группе, потому что в основном там все юные девушки. Мальчиков не было совсем. Что вам дала вообще школа? Чему вы смогли там научиться? Ну, во-первых, я нашла, как бы, людей, интересующихся той же тематикой, что и я, да, потому что, ну, в журнале у нас как-то все пишущие журналисты телевидения особо никого не привлекают. Это своего рода клуб по интересам, да, вот, с одной стороны. С другой стороны, это доступ в телецентр. Это возможность просто ходить по этажам, заходить в студии. Ну, где-то, конечно, тебя не пустят, например, там на МТВ сидит охранник, он потребует пропуска, если нет, то не пустят. А вообще все остальное практически в открытом доступе. То есть можно сесть в кафе, оказаться рядом с Константином Эрнстом, например, да, поздороваться, спросить его о чем-то, и он ответит. Ну, то есть, так вот, потрогать с пальчиком звезду. Ну, это возможность кухню знать и понять, нужно это тебе или нет. Ну, вот, мое пребывание в этой школе, ну, в общем-то, привело меня к мысли, что мне этот мир интересен. То есть вы еще раз подтвердили, да, себе, что это ваше. Мне этот мир интересен. В каком качестве, сложно сказать, ну, может быть, ну, так вот, если уже быть откровенной, мне хотелось бы сделать свою авторскую программу, но еще придется немножко подучиться. Ну, как у меня муж шутит, в пенсии как раз все получится. Татьяна, а как у вас вообще жизнь свела с программой «Времена» и нашим известным ведущим Познером? Ну, знаете, на самом деле это тоже телешкола, потому что там есть совершенно замечательный стенд, вот, учебная часть, где вывешивают объявление о том, что можно прийти на такую-то или такую-то передачу. Вот, и я попыталась записаться на передачу, оказалось, что списки уже все закрыты. Мне сказали, нужно звонить пораньше, значит, звоните пораньше, мы вас запишем на следующую передачу. Я позвонила пораньше, значит, очень строгая дама, такой строгий голос по телефону мне сказал, «Так, сколько лет, чем занимаетесь, где находитесь, там, замужем, дети есть?» Ну, в общем, полный такой допрос, полный по форме. Ну, в общем, сказала, еще кого-нибудь может им с собой привезти, приличных только людей, верено было приводить. Ну, и я говорю, конечно, могу, привела свою подругу, пришла на эту программу. И вот, знаете, когда я увидела даму, с которой я разговаривала, я была просто потрясена. Это женщина, которой 80 лет, но она держится, как английская королева. У нее великолепная память, у нее память на лица, у нее какое-то вот удивительное чувство людей. Она чувствует вообще людей хороших и плохих. Она вот четко может сказать, вот этот человек плохой, и больше он на этой программе не будет никогда, вот этот человек хороший. Она подбирает публику на передачу Познера. И я хочу сказать, что это очень непростая вещь, потому что передача идет в прямом эфире. Вот немногие об этом знают. Первая передача, первый эфир, он идет по первой орбите на Дальний Восток, и запись, не запись, а опять же эфир начинается в 10 утра. И потом вот уже по орбитам... Ну, в 10 утра очень трудно собрать зрителей. Да, в 10 утра трудно. Ну, вы знаете, вот люди, которые приходят туда, ну, во-первых, людей подбирают достаточно все-таки интеллигентных, людей по тематике, как им должна быть близка. Ну, допустим, если это связано с дедовщиной передачи, то, конечно, будут подбирать и молодых ребят, которым предстоит служба в армии, может быть, потенциально их матерей. То есть всегда подбирается, вот на каждую передачу публика подбирается специально. Ну, это, конечно, огромный ресурс есть такой. Знаете, вот таких людей, как... я, кстати, не назвала эту... Да, я все жду, вы так интригуете, интригуете. Эльмира Газаровна Алиева. Если вы посмотрите передачу «Времена», там вот в титрах идет редактор по публике Эльмира Алиева. И, знаете, она всех помнит в лицо, всех помнит по именам, и она всегда вот знает, кого на какую передачу пригласить. Ну, естественно, раз это прямой эфир, то там люди должны быть все проверенные, ну, чтобы никаких эксцессов не происходило, сами понимаете. Вот. Ну, и просто так получилось, что мы с ней подружились, и я стала ей помогать. В общем-то, я как бы пошла вот с этой ступени. В чем заключается ваша помощь на программе «Времена»? Я помогаю собирать людей на эту программу, потому что, вы знаете, на самом деле это очень непросто. Расскажите поподробнее, потому что, конечно, мы коснулись сегодня журналистской темы. Да, у нас такой, получается, ликбез для молодых журналистов, да и не только для молодых, вообще для тех, кто интересуется журналистикой. Поэтому, что такое редактор по зрителям, сегодня это очень такой интересный вопрос на телевидении. Вы знаете, это, по сути, вот то, что сейчас называют психологи современные, интеллектуальный лидер. Это человек, который умеет общаться с огромным количеством людей, умеет поддерживать с ними контакты, дружеские отношения, помнит их, знает их интересы. И, ну, ситуации разные бывают, да, например, вот действительно нужно приехать, если эфир в 10, то зрители должны быть без 15,9. Вот чтобы собрать в воскресенье людей, нужно очень хорошо их знать, и знать, кому что сказать, какими словами его пригласить на эту передачу, чтобы собрать вот необходимое количество зрителей. И я думаю, что вот Эльмир Газаровна, она вот минимально общается, у нее несколько тысяч, я не ошибусь, несколько тысяч человек, с которыми она постоянно общается. Она очень хорошо знает о каждом, вот знаете, как бы его подноготную, его внутреннюю суть человека. Вот кого-то она выбраковывает и больше никогда не приглашает пробиться, потом просто невозможно, потому что у нее великолепная зрительная память. Но она уважает людей, с которыми она работает. То есть она уважает тех, кто приходит, может быть, иногда встает в 5 утра, чтобы приехать на эфир. То есть это уважение к людям, это, знаете, вот такое ответственное отношение к этим людям. То есть если сегодня вам человек нужен, вы его пригласили, а завтра вы про него забыли, он потом не придет. Она обязательно перезванивает, она спрашивает, нравится ли программа, что было интересно, на что обратили внимание. Она всегда спрашивает реакцию тех, кто был на передаче. То есть вот если 100 человек сидело, представьте, она эти 100 человек обзвонит и поговорит. Она помнит, у кого когда день рождения, у кого сколько детей, у кого кошка, у кого собака, кто, например, в этот сезон уезжает на дачу, кто идет учиться за границу. Я уж не знаю, кто сегодня больше герой программы, вы, Татьяна или Эльмира Газаровна, Алиева. Ну это же, ну это легенда Останкина. Если мы говорим о телевидении, то Эльмира Газаровна – это легенда телецентра. Поэтому я думаю, что там нет человека, который ее не знает. Спасибо за эту интересную историю. Я предлагаю вернуться к нашей теме и путь к успеху – одна из главных тем. А вторая, ну, коль сегодня в гостях у нас журналист, значит, говорим о журналистике. На ваш взгляд, как сегодня развивается журналистика? Вы знаете, ну, конечно, сегодня журналистика не та, что была раньше. Вот я сейчас один маленький тоже пример хочу привести, маленькую историю рассказать. Дело в том, что я долго была внештатным корреспондентом в советское время, и, ну, так подрабатывала в газете «Черноморская здравница». Это была краевая, курортная газета, так она называлась. Ну, естественно, в советское время ставили главными редакторами всегда каких-то партийных функционеров. Они вряд ли там умели писать что-то, но они вот следили за тем, чтобы, ну, какая-то крамола не прошла. И вот однажды открываю «Черноморскую здравницу», читаю что-то знакомое. Вот очень знакомый текст. Статья подписана там некой фамилией. Он рассказывается о путешествии в Америку. А я буквально перед этим прочитала книгу Виталия Коротича, тоже о путешествии в Америку. Ну, это, если вы помните, вот бывший главный редактор «Огонька». Естественно. Вот. И вдруг, понимаете, у меня что-то такое щелкает в голове. Я, значит, быстро книгу нахожу и понимаю, что то, что написано в статье, и то, что в книге, это один в один. Я просто в ужасе, я в шоке. Я звоню в редакцию, говорю, вот у вас такой-то автор есть, мне говорят, да, есть. А что случилось? Я говорю, вы знаете, он полностью списал свою статью из книги Виталия Коротича. Мне говорят, не может такого быть. Приезжайте, привозите, я привожу. Значит, ну, первый там вот корреспондент, который со мной разговаривал, я ему показываю, на лице какая-то странная улыбка, значит, у него блуждают. Он говорит, да, это так серьезно, да. Знаете, давайте я вас к начальнику отдела поведу. Ведет меня к начальнику отдела. Я опять сначала рассказываю всю эту историю, чтобы вот ваш автор такой-то, такой-то, списал все из книги Коротича. Опять какие-то странные то ли улыбки, то ли не пойму что. И говорят, это очень серьезная вещь, давайте мы вас к ответсеку отведем. Меня приводят к ответсеку, значит, ответсек просто, вот знаете, вот я чувствую, что он сдерживается, ну, буквально давится от смеха. Ну, потом мне рассказали. Оказывается, это был главный редактор этой газеты. Вот он действительно ездил в Америку, ну, партийных функционеров часто посылали его границу. Вот он ездил в Америку, его попросили, ну, напиши что-нибудь, что-то там видел. Он просто взял и списал у Коротича. Вот знаете, вот в современной журналистике это невозможно. К нам часто приходят наниматься на работу вот потенциальные редакторы, да, и мы просим написать их статью. Вот я вижу всегда, эта статья, она вот написана человеком, который написал ее сам, потому что там всегда какие-то шероховатости есть, да. И вдруг какой-то очень гладкий материал, какие-то прямо такие яркие мысли, да. И я просто выбираю наиболее яркую фразу, задаю ее в интернете и нахожу источник. Вот понимаете, вот изменилась журналистика, изменилась. Вот нельзя вот списать уже так, как раньше. Это, конечно, такой, может быть, грубоватый несколько пример, но раньше многие грешили тем, что вот... Плагиат, да, сейчас присутствует. Да, плагиат. А сейчас плагиат, его выявить очень легко. Это во-первых. Во-вторых, журналистика, она стала другой, потому что изменился мир, изменились технологии. Если раньше вот даже газету «Новое поколение», мы как делали? Мы брали кусок ватмана, мы распечатывали кусочки текста, мы их клеили, мы приклеивали там какие-то картинки, фотографии и несли в типографию вот такой склеенный макет. Потом делали с него форму печатную и печатали, да. А сейчас мы везем в типографию... Электронную. Да, мы диск везем, и на нем там ПД, файлы, и весь наш журнал на одном крошечном диске. Ну что, это лучше или хуже стало? Конечно, это стало лучше, да. Это лучше, но это требует, вот понимаете, это другой подход уже к журналистике. Раз новые технологии, значит, появляются как бы те же самые жанры в другом виде, и появляются новые жанры в журналистике, которые как бы возможны в связи с появлением новых технологий. Ну, например, такая вот вещь, как блоги, да, живые дневники, когда человек ведет дневник в интернете, и любой может прочитать, как-то прокомментировать это. Ведь, по сути, в данном случае автор такого блога выступает как журналист. Самостоятельный журналист, да. Да, самостоятельный журналист. А этот блог, как его, свое издание. Появились живые газеты, когда можно написать какой-то текст, ну, модератор, да, просто посмотрит, чтобы там не было ни цензурных выражений или еще чего-то, и тоже выпускает. То есть люди могут себя вот сейчас, как журналисты, себя могут реализовывать очень многие. То есть это как совет, опять прошло на камеру. Да. Тем, кто хочет стать журналистом, совет номер три. Ну, номер один, да, номер три даже. Заводите свой блог, свой дневник в интернете, вот, участвуйте в деятельности живых газет, о них есть у многих электронных версий изданий современных. К примеру, какой-нибудь. Вот, по-моему, «Московский комсомолец». Или «ЖЖ», например, «Живой журнал». Да, «Живой журнал», да. Поэтому очень масса возможностей. Масса возможностей себя вот таким образом реализовать. Ну, и, конечно, раз новые технологии, новые жанры, да, ну, вот, допустим, жанр таких мобильных новостей. То есть новости можно получить на мобильный телефон в голосовом формате. Значит, такие новости, они уже по-другому пишутся, правильно? Они очень короткие, но они очень емкие. Это что-то близко вот к радионовостям, может быть, или к телевизионным новостям. Но это еще более емкое, потому что если мне на первом предложении неинтересно, да, я сразу выключаю. Я не буду это. Не читать сообщения, не слушать этот голосовой портал. Может быть, даже появится возможность такого мобильного телевидения через какое-то время, да, когда можно будет просто вот по мобильнику... Татьяна, а вы верите в это вообще, что вот пишут на экранах номера телефонов, сообщать им на свои новости? Это как-то работает? Ну, вы знаете, я верю, потому что я общаюсь с читателями на сайте нашего журнала. И я лично часто сама отвечаю на вопросы читателей. Вот когда у меня есть время, я на них отвечаю. И вот совсем недавно был задан вопрос, ну, такой специфический, бухгалтерский, я нюансов по этому не буду рассказывать. Я ответила достаточно коротко, понимаю, что если это бухгалтер задает вопрос, он поймет, что я ему отвечаю. Вдруг приходит ответ. Значит, ради Бога, простите, я скажу вам правду, я студент, и мне нужно сдать зачет. И, в общем, я не знаю, что мне делать, потому что вот я вот эти все лекции прослушал, и теперь я вообще не понимаю, где мне искать информацию. Вот зовут меня Олег, я из Ставрополя. Ну, я ему говорю, ладно, раз такой честный, я тебе помогу. Присылай вопросы, он присылает вопросы, я, ну, опять же, выкрыв там какое-то свободное время, коротко ему отвечаю на эти вопросы, потом, значит, получаю опять ответ. Ура! Дал зачет! Ну, то есть, на самом деле, это действительно реальное живое общение. Ну, и потом даже он вот приехал буквально на прошлой неделе в Москву. К вам в редакцию? Ну, нет, он просто по другой причине приехал, он собирается работать летом в Америке, там какие-то студенческие программы есть, вот, и он, значит, позвонил, говорит, вот я буду в Москве. Я говорю, раз ты будешь в Москве, приезжай к нам, мы тебе проведем экскурсию по редакции. Вот он приехал, мы ему провели экскурсию, подарили какие-то наши издания, сказали, учи налоговое право, пригодится. Вы столько интересных рассказали моментов в жизни. Есть какой-то еще интересный момент с работой с детьми у вас? Может быть, какой-то в памяти такой? Работа с детьми? Ну, конечно, есть интересные моменты. Во-первых, я очень долго скучала, вот, после того, как оставила эту газету. Ну, просто по экономическим причинам ее оставили. Знаете, мы в тот момент не умели продавать. Ну, и вообще, как бы, это, наверное, специфическая совершенно сторона деятельности. Вот уметь продавать – это одно, уметь писать – это другое. Хотя вот современному журналисту, знаете, ему вот еще нужно уметь и продавать. Вот тот продукт, который он делает. Вот к нам приходят, например, в нашем журнале даже вот сотрудники отдела пиара, говорят, вот какие качества вашего журнала, вот, которые могут привлечь читателей? И мы должны их назвать. То есть мы должны их назвать, мы должны вот следовать некой концепции. Вот. Ну, а в тот период мы не умели продавать газету. То есть вот мы могли написать, создать, сделать, собрать детей. У нас огромная была почта. Это просто были ящики писем. Они вот до сих пор где-то хранятся. Мы их не выбрасываем. Но продавать мы ее не умели. И вот газета как бы прекратила свое существование. Но ребята, которые писали в нее, вот, мы очень долго поддерживали с ними контакты. Во-первых, многие из них пошли в журналистику. Многие поступили в МГУ, поступили в Ростовский государственный университет на факультете журналистики. Кто-то пошел на телевидение. Я думаю, что многие, вот, как этот мальчик из Айдлера, просто стали хорошо писать. У нас даже был такой в газете конкурс. Найди ошибку. Ну, ведь мы газеты вот выклеивали, да, вот. Ну, ошибки там бывали просто потому, что опечатки какие-то. Вот мы боролись. Вы это обыгрывали. Да, мы боролись с этими опечатками и никак не могли их побороть. То есть вот они выплывали уже в тот момент, когда газета была напечатана, когда тираж уже выходил. И мы тогда просто объявили конкурс, вот, найди ошибку. И призы посылали тем, кто находил в газете опечатку, ошибку, там, пропущенную запятую или лишнюю запятую. И вот, знаете, это вот просто такое было необыкновенное общение, что я очень долго тосковала по всем этим ребятам. Вопрос нашей передачи. Как можно стать успешным человеком? Есть какой-то рецепт? Ну, вот сейчас уже, да, вот с высоты прожитых лет, наверное, могу сказать. Есть, конечно. Во-первых, нужно верить в самого себя. Не боги горшки обжигают. Во-вторых, нужно общаться с друзьями. Потому что очень часто на какие-то вот мысли тебя наталкивают друзья. Очень часто друзья тебе в чем-то помогают. И общение с друзьями, оно очень дорогого стоит. То есть я вообще вот хочу сказать, что я не измеряю успех в денежном выражении. То есть вот если у тебя есть друзья, их много, значит, ты уже успешный человек. Нужно уметь владеть собой. Это очень важное качество. О нем редко говорят. Но даже вот в Библии есть такая мысль. Я именно говорю мысль, потому что пересказать дословно, конечно, не могу, что, скажем так, тот, кто владеет собой, важнее, чем кто-то владеет городом. Поэтому вот учитесь владеть собой. И, конечно, доля удачи должна быть. Ну, некий авантюризм должен присутствовать. Потому что иногда тебе что-то предлагают. Ты реально понимаешь, что ты не знаешь этого вообще. Не говорите нет. Беритесь даже за такую работу, которую вы не знаете. Потому что вы просто потом ее изучите. Все получится. Я хочу поблагодарить вас за участие в нашей программе. Незаметно пробежали эти 45 минут нашей встречи. Поблагодарить, что вы пришли к нам на эфир. Напомнить нашему зрителю, что у нас в гостях была Татьяна Пономарева, зам главного редактора на сегодня журнала «Налоговый курьер». Российский налоговый курьер. Российский налоговый курьер. А в прошлом это главный редактор газеты «Новое поколение», детская газета в городе Сочи. Если у вас появились какие-то вопросы к Татьяне, пишите их нам по электронному адресу «Телелайн собака.тб.ру» или по почтовому адресу, который вы сейчас видите на экранах. Еще раз большое спасибо, Татьяна, и до новых встреч в эфире телеканала СГУ-ТВ. Спасибо.